Итак, прошла неделя с того момента, как самые смелые команды отправились в рейд прах-крах-кроты И я подумал, что спустя неделю я готов какими-то своими впечатлениями от этого рейда поделиться Пишу это видео довольно спонтанно, вроде мысли какие-то в голове были Но до того, чтобы сесть и написать сценарий, так руки не дошли, с работой замотался Так что пишу, в общем, как мысль идет, есть некий план Изначально я хотел даже делать гайды по рейду и спрашивал вас, нужны ли Я видел комментарии тех, кто говорил, что да, ждет от меня гайдов по рейду, как старые добрые Но в целом, прикинув и посмотрев опять же на количество комментариев, на отклик, на этот запрос Сложилось впечатление, что рейды до сих пор, да и наверное всегда Останутся таким довольно ограниченным интересом для небольшой группы игроков И сейчас делать гайды вроде как, ну спрос в общем не такой большой, как я думал, мог бы на это быть И я помню еще последний раз, когда я делал гайды по рейдам, это был Kingsfall в прошлом году Тоже были встречены не с большим интересом Поэтому решил, что все же от этой идеи в этот раз я откажусь Гайдов по этому рейду на моем канале не будет Но вот совсем без рейдового контента вас оставить как-то было бы неправильно Поэтому поделюсь просто впечатлениями Немного порассуждаю, расскажу как прошел наш day 1 И может быть поделюсь как раз какими-то советами о том Стоит ли идти в рейд, если до этого в рейдах не были Почему именно в этот рейд стоит идти, если да Или может лучше вам обходить его за версту В общем, порассуждаем Спонсор сегодняшнего видео проверенный сервис Dwing.net Который отлично подойдет тем игрокам в Destiny 2 У кого нет постоянной команды Или просто тем, кто ценит свое время и нервы Благодаря обновленным функциям сервиса Больше нет необходимости передавать свои данные Сотрудники Dwing помогут завершить сложный квест Выполнить триумф, пройти рейд Или получить заветный экзот вместе с тобой В качестве сопровождения Сайт работает давно На видах в ассортименте появляется все больше и больше А цены становятся только доступнее Теперь на Dwing есть все, чтобы обеспечить тебе комфортную игру Ну а по промокоду TripleVipe Мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% На все предоставленные услуги Заинтересован? Ну еще бы Проходи по ссылке в описании И пользуйся качественным сервисом Ну а если остались вопросы Смело пиши оператору на сайте и получай ответ Что сразу бросается в глаза Так это контраст с реакцией сообщества На сравнении с источником кошмаров Прошлого рейда Который появился в дополнении Конец света С тем, что мы получили сейчас С возвращенным рейдом Кротас Энд То есть технически не нового рейда Сложность Я говорю о сложности О том, что рейд в Day 1 закрыли Гораздо меньше игроков И у рейда вообще самый низкий процент закрытия Day 1 за последние 4 года Что довольно серьезно То есть со времен Сада Спасения Этот показатель самый низкий И почему я вспомнил про прошлогодний рейд Потому что после него все говорили Какой он плохой, как он не удался Вот так вот его отчмырили Только потому что он простой Только потому что там условно Если мне не изменяет память Тут сейчас картинку я поставлю на монтаже Но по памяти По-моему там около 40% играющих в Day 1 команд Закрыли этот рейд Что по мнению трайхардеров Непозволительная роскошь Не должно такое большое количество игроков в Day 1 закрывать Отчасти согласен Согласен с тем, что Игроки должны испытывать максимальный челлендж на Day 1 И это должно быть самым страшным и жестоким таким испытанием Нужно вот эти много часов бессонных сидеть Превозмогать И ну там пару раз в год Такое событие, оно тем и дорого сообществу С другой стороны, еще тогда я говорил Что рейд это такой ивент Это правда праздник какой-то Для игроков, которые хотят его закрыть в Day 1 Которые хотят его закрыть вообще там Хотя бы на первой неделе И для них это событие Какого-то вот ивентового толка И иногда перегибать с сложностью Тоже может пойти не на пользу Дополнительному какому-то развитию рейда Создать ему не ту славу, которая потом будет туда игроков привлекать Поэтому в этот раз то, что Кроту закрыло гораздо меньшее количество игроков На мой взгляд не сильно помешало как раз таки создать вот это вот негативное какое-то окружение рейда И после отключения контест-мода Контест-мод это для тех, кто не в курсе, кто не ходит Опять же повторюсь Это режим на первые 24 либо 48 В случае с последним рейдом часов Когда рейд появляется в игре И вот на это количество часов зафиксирован определенный уровень силы И выше него вы не подпрыгнете Все уравнены по одному параметру И рейд как бы считается из этого сложнее Так вот после того, как контест-мод отключили Рейд Кроты пробегается довольно просто Несмотря на то, что механика никак не изменилась Мобы стали, да, там, понятное дело потоньше Но в остальном рейд не сохранил свою вот эту неприступность Его можно закрыть хорошей командой без проблем Но не сказать, что он прям совсем простой Все же механики изменились относительно первой части Ну, об этом сейчас скажу давайте отдельно Мы подошли к прохождению рейда довольно чилово Из-за того, что у многих в команде были разные часовые пояса Нам было сложно синхронизироваться И не задолбаться Не убиться совсем без сна, без отдыха Поэтому мы как-то так договорились Что давайте вот 48 часов длится контест Мы просто будем делать паузы на нормальный сон Нормальную еду И не будем себя, в общем, насиловать Каким-то обязательным закрытием рейда Тем более многим из нас, ну, буду говорить за себя Мне уже не так интересно было получить эмблему обязательную За закрытие контест-мода с челленджами Для меня это было, ну, типа, приятным бонусом Если бы получилось Но если бы не получилось Спойлер, и не получилось Но я не расстроился совсем Мне приятнее получать эмоции Если мы идем командой из людей, которые... С которыми мне весело С которыми мы можем шутить Потом какие-то мемы на этом дейване рождать И которые с нами будут еще какое-то время Это прикольно Для меня это, наверное, большую ценность имеют Чем эмблема или награда Для того, чтобы сохранить интерес Мы не смотрели прохождение рейда Ну, часть из нас, трое, точно знали Как проходился рейд в первой части Собственно, я с ними этот рейд и проходил Мы такой наполовину дедовской пачкой шли Остальные просто не смотрели особо прохождение Я имею в виду актуальное рейда Там, когда начали появляться подсказки на реддите и в твиттере Мы просто в них не заглядывали до всего Его как-то догадывались сами И это определенно, да, съедало какое-то время Особенно на первом этапе И на этапе с мостами Мы некоторую логику не совсем понимали Но в остальном Не могу сказать, что механика сложная Она просто заточена на то, чтобы вы были внимательны Всяй командой Рейд требует максимум фокуса от каждого игрока И мы на этом, честно говоря, обжигались Когда мы стали уставать Не все могли сфокусированно следить за всем Что происходит там на этапе Особенно на втором и на предпоследнем На Ведьме Ир Ют Когда стали уставать Стали терять фокус Начались проблемы Я думаю, что в целом Если бы не вот этот вот Постоянный подгон от того, что это Дэй Ван Надо скорее-скорее А ты же еще подсматриваешь, как другие проходят Узнаешь там у других, как у них дела Где они завтыкали Обмениваетесь какими-то историями Вот это создает определенный стресс И если бы этого не было То и фокус бы держать было проще Но это никуда не делось И после окончания контест-мода Сейчас, если вы пойдете на рейд Он стал легче, как я сказал там По мобам Но он не стал легче по механикам Это значит, что все еще Все шесть человек в команде Должны будут держать полный фокус И следить за тем, что происходит на рейде Поэтому, если вы отправитесь в этот рейд сейчас Будьте уверены, что вас как команду Игра прям проверит Вам нужно будет такую эстафету держать На протяжении всего рейда Следить за таймерами За бафами За дебафами Если быстро пробегаться по этапам То первый этап рейда Вот тот самый в темноте с лампами Без шуток один из самых трудных Даже сейчас, опять же, без контест-мода Я ходил когда в рейд Один раз мы там просидели 40 минут, если не час Потому что кто-то упадет в яму Кто-то спешит Кто-то, наоборот, слишком тормозит Где-то позади У кого-то там фонарем собьет В общем, много чего-то такого Зачем вроде как несложно было бы следить Но в этом хаосе, в темноте Опять же, с кучей мобов Люди теряются И чаще всего это создает проблемы для всей команды Второй этап с мостом Довольно предсказуемый Пройти его проще, на самом деле, даже, чем первый И при условии, что вы все так же, как повторюсь Внимательные, слушаете друг друга и так далее Там механика никак особо не меняется То есть, относительно первой части Появляется тот же самый баф Который мы несли на первом этапе Но также вам нужно держать платформы Тремя кнопками Также брать реликвию Переходить, убивать рыцаря Это не сильно изменилось И рьют Ведьма Предласт Это этап, на котором мы загнулись На первом прохождении на Тайване Тут начали уставать, как я сказал, люди Кто-то ушел из пачки Некоторые начали ловить какую-то дизмораль Хотя, по моему мнению, все дело опять-таки В фокусе игроков было Другой вопрос, что его просто сложно удерживать Когда много времени сидишь Я прекрасно понимаю, что в целом Как-то уже крыша едет Я сам говорил о том, что нам нужно отойти Отдыхать Мы уходили отдыхать Потом кто-то в это время шоу с другой пачкой Закрывал этап Кто-то потом возвращался Или возвращался В общем, начался вот этот вот Немного разнобой Никакого негатива не было То есть, никто там не поругался Просто у всех были разные возможности Опять же, по времени, по силам И мы старались их учитывать Но дальше этого этапа на Тайване мы не прошли По крайней мере, я Другие участники моей команды Кто-то прошел, кто-то нет Кроту я уже увидел после контест-мода Сразу, когда его отрубили Мы пошли с командой И после этого Он не показался мне сложным В обычной версии При всем том кипише Я понимаю, как он ощущался в Дайван Со всеми этими усложнениями Представляю, как горела жопа у игроков Из-за того, что там происходит Тысяча событий, которые нужно следить По которым нужно давать опять-таки информацию Другим игрокам И слаженно все действовать Опять же, там и по оверсолу стрелять И убивать рыцарей в башнях И тут же игры Ну, короче, кто знает, тот поймет Но в остальном, повторюсь Рейд не назову супер сложным сейчас В Дайване, да, один из самых сложнейших С этим спорить глупо За это говорит статистика Но для тех, кто никогда в рейдах не был Мне кажется, неплохой вариант Он короткий Всего 4 этапа Но при том заставляет вас работать Слаженно Как команду И если вы с командой искали Какого-то именно нового такого челленджа Или пытались научиться играть в игру по-новому Я думаю, вам это как раз-таки Создаст нужные условия И вам будет интересно Я не знаю, как будет меняться Соотношение банджи к рейдам дальше Впереди нас ждет новый рейд В Final Shape В финальной форме Этот рейд будет финальным Для всей саги Света и тьмы Мы знаем уже, что там Сразимся со свидетелем После чего станет доступна Последняя миссия сюжетки В которой мы, видимо, поставим точку Уже там какой-то контрольный выстрел Над ним сделаем И чтобы это было доступно Для всех игроков Не только для тех, кто в рейды ходит Я думаю, что Будет довольно эпичный рейд Я рассчитываю на то Что он будет мощным С какими-то крутыми локациями Может быть Даже с диалогами В каком-то степени Более Знаете Напоминающими Последнее желание Где к нам обращалась Ривен В общем, вот что-то такое Я жду, наверное На максималках Помноженное на два Но Джо Блэкберн Геймдиректор Destiny 2 Говорил недавно в интервью Что На следующий год Они не обсуждали возвращение Какого-то старого рейда Да, звучит странно Как будто бы Rise of the Machine Как будто этот рейд Останется в первой части Навсегда Все рейды Кроме него Перенесли А тот Ну, как бы Так и остался В эпохе Rise of Iron Destiny 1 Не очень понимаю Как это Будет складываться Не очень понимаю Правда ли они Решили, что Это последний Возвращенный рейд Или может Нас все же ждет Очередной сюрприз После Final Shape Потому что Информации все же Как мы увидели На презентации Дали новой Не так много И надеюсь Надеюсь Что сюрпризы Нас ждут В общем Какие-то такие впечатления Немного сумбурно Извиняюсь Опять же Говорю Писал без сценария Сижу Вот Наговариваю вам В остальном Если как-то оценивать Этот рейдовый опыт Ну За Day One Я бы поставил Наверное Такую Четверочку Потому что Правда Интересно Правда Сложно Но Было бы классно Если бы мы закрыли Но не закрыли Окей До пятерочки Не дотянули А в остальном Сам рейд Мне нравится В отрыве От Day One Я в него уже Несколько раз Сходил И хочу еще Сходить Повыбивать И оружие И броню Которая мне Очень нравится Да и в целом Опыт Прохождения Этого рейда Мне нравится Гораздо больше Чем Ну Двух Предыдущих Я имею ввиду Новые рейды Не возвращенные Такие вот дела Напишите Ходили ли вы В рейд На Day One Какие у вас Истории были Какие Сложности Какие смешные Ситуации С удовольствием Обсудим Почитаю ваши Комментарии Ну а я пойду Дальше Гриндить Сезон И иногда Играть Старфилд О котором Надеюсь Расскажу В одном Из ближайших Видео Там конечно Вообще Мем Дальше 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 Продолжение следует